Привет! И по многочисленным просьбам сегодня я сделаю разбор TenseTecRouter, как с ним работать, его плюсы и минусы. Ну и перед тем, как мы начнем, если вам все-таки интересен ReactRouter, а также Redux, то у меня есть полный курс по React, Redux, а также ReactRouter по ссылке в описании. Там же будет дополнительный промокод на скидку. Ну а теперь к TenseTecRouter. Итак, начнем с установки приложения, а также добавления TenseTecRouter. У TenseTec есть проген для вид, поэтому мы с вами будем собирать приложение на вид. Для этого делаем npm-create-вид-latest. Назовем его router-demo-project, router-demo. Будем использовать React с pdweb-компайлером cd-router-demo-npm-install. Супер! Теперь нам необходимо добавить в этот проект роутер. Для этого понадобится несколько вещей. Первое. Нам необходимо будет установить, собственно говоря, сам TenseTecRouter, поэтому npm-install TenseTecRouter. Также нам понадобится еще и DevTools, поэтому давайте установим, соответственно, DevTools, которые я хочу тоже продемонстрировать. Они сделали отдельные DevTools напрямую для роутера. И для Vita нам понадобится установить плагин. Это наша третья установка. После этого необходимо сконфигурировать непосредственно вид, а точнее его конфиг. Открываем проект и переходим в вид.config.ts. Здесь необходимо добавить новый импорт, TenseTecRouter.Vid, и добавить его непосредственно в список плагинов. TenseTecRouter.Vid. Готово. Все. Это минимальная конфигурация. Теперь нам необходимо правильно переместить наши странички для того, чтобы мы работали уже с роутингом. Поэтому давайте поговорим о том, как работает структура роутинга Vita. Vita предоставляет два вида структуры. File-based routing и code-based routing. С точки зрения файл-бейс роутинга, это то, что мы используем с вами, скажем, в NextTecRouter. Где мы корректно нажимаем наши файлы, раскладываем их по территории, и у нас получается возможность использовать вынаименование этой файлы, дополнительные сепараторы, использовать в качестве root layout, дополнительные префиксы, суффиксы, ну и так далее. Все, что касается наименований наших компонентов. И за счет этого мы можем сразу же определять нашу структуру роутинга без дополнительного кода, просто раскладывая файл и компонент по папкам. Второй подход – это code-based routing, где мы с вами описываем это уже непосредственно с помощью кода. Как это, например, принято делать в React Routing. Меня будет больше интересовать файл-бейс роутинга, потому что в code-based routing нет ничего дополнительного интересного. Мы, собственно, с вами можем также раскладывать, как и здесь. В файл-бейс роутинге нам необходим как раз этот плагинчик, который обеспечит всю настройку. И вначале, давайте перейдем на QuickStart, нам необходимо чуть-чуть переструктурировать наш проект для того, чтобы он начал работать с code-бейс роутингом. Во-первых, здесь мы с вами должны создать дополнительную папочку, которую называем routes. И в ней давайте создадим route layout через route.tsx.tsx. Также app.tsx нам не нужен будет вместе с CSS, поэтому я удалю его, удалю его, удалю дополнительный индекс. И отсюда мы удалим все необходимое с импорта. Все. Теперь вместо app мы должны примонтировать наш роутер. Перейдем чуть ниже. И здесь нужно две вещи. Во-первых, это, соответственно, создание нашего роутера через crate-роутер. Крейт-роутер нам необходимо импортировать из ten-stick роутера. И route 3 – это некоторое дерево, которое у нас будет автосгенерено после того, как мы запустим проект. Поэтому на текущий момент мы можем просто поставить этот импорт, но он работать не будет. Ну и, собственно, вот здесь вместо того, чтобы импортировать app, мы используем route provider, в который импортируем тоже instance-stick роутера и перейдем туда роутер. Все. На этом теоретически наша базовая настройка будет готова. Единственное, что нам не хватает – это некоторое индексного роутера. Итак, назовем index.tsx – это будет наш главный индексный роут. И посмотрим, как объявляется каждый из роутеров. В роуте у нас есть некая функция, которая описывает, собственно, компонент нашего роутера, а также дополнительный роут, который имеет префект create-raise-file-road. Давайте мы сначала объявим некоторую функцию – index. И это будет наш индексный компонент. Соответственно, здесь мы должны вернуть return, я не знаю, давайте напишем div, в котором будет написано, индекс, в котором у нас будет просто закрывающийся div. Все. Все, что у нас используется в индексе. Теперь давайте берем и стартанем наш проект. npm run dev. Если у нас все правильно настроено, у нас сгенерится процесс one road и запустит наш feed. но давайте перейдем теперь в файловое дерево, и мы увидим, что у нас появился road3gen. Это автоматически сгенерированный файл types, который как раз и обеспечивает ту type safety, которую нам и обещает 10stack.road. Теперь в main, когда я сохраню, соответственно, наш файл, у нас есть road3gen, который имеет road3, и поэтому теоретически давайте мы lsp перезапустим, чтобы он подхватил новые части. И у нас в индексе пока ничего не поменялось. В индексе нам необходимо теперь объявить, что это является road. И тут вы скажете, кажется, это какая-то непонятная штука. Только давайте не лейзи, а просто createfile.road, который будет называться индексом и с компонентом индекса. Так вот, кажется, какое-то лишнее действие. Мы сейчас с вами вручную дописали дополнительный road, при том, что мы уже правильно его назвали. Сейчас мы с вами как раз перейдем к тому, а зачем это все и какое преимущество дает. Ну а чтобы это окончательно заработало, нам необходимо определить наш корневой layout, где пробросить outlet и указать, что у нас будет какой-то корневой элемент up. Давайте я отсюда скопирую. Здесь есть специализированная функция, которая называется create root layout, создающий корневой road. И здесь нам понадобится пока линк, только главное. Уберем здесь объявление, касаемое tailwind, ну и в принципе все. При этом сразу же здесь мы подключаем еще и 10-stack-рутер devtools. Outlet, специальный компонент, как в обычном react-рутере или в next-stack, который обозначает, что сюда будут идти дочерние компоненты. Ну и, соответственно, это корневой road, с которого начинается у нас все. Внутрь передается какой-то layout, который мы с вами можем сделать, и outlet. Все. Теперь все теоретически должно работать. Мы можем открыть и перейти на индексную страничку. супер, мы увидим, что у нас есть главное и индекс. Отлично. Теперь давайте разбираться с тем, как мы можем объявлять новые роуты. Попробуем создать еще один роут с компонентом и сделать ссылочку на него, посмотрев, как нам помогает типизация, которая у нас генерится. Для того, чтобы создать новый компонент, я беру, копирую мой текущий файл, вставляю его в роут и называю его, давайте about назовем, about.tsx. После того, как я перейду на этот роут, я увижу, что у меня в целом ничего не изменилось. Но если я закрою файл, перезапущу сборщик, то вид плагин автоматически пройдется по тем роутам, которые у меня созданы, и сам правильно их переименует. Теперь вместо слыша, который у меня был просто от того, что я скопировал, здесь генерился правильный файл роут с about. Если вы будете перемещать, соответственно, ваши файлы между папками, директориями, переназывать их, автоматически будет отрабатывать вид плагин, который будет правильно указывать путь. Ну и, конечно же, давайте переименуем индекс в about, это же компонент все-таки about. Сохраним. Теперь попробуем переместить пользователя со страницы индекс на страницу about. И кажется, что у нас тут должно быть все хорошо. Мы с вами берем, добавляем здесь какой-то линк, говорим, что это ссылочка на about, и тут нам должно типизированный роут нам помочь. Мы говорим to, и все, никакой типизации здесь нет. Почему? Потому что нам необходимо дополнительно вот здесь добавить вручную несколько декларейшенов для типизации. Для этого переходим в документацию, и вот здесь указываем новый декларируемый модуль, который как раз позволит нам получить данный роутер. И теперь, если я, соответственно, иду to, то я могу видеть только slash, либо about, или, соответственно, шаг назад. В данном случае мы получаем полностью типизированный роутер со всеми необходимыми переходами. Как это теперь оборотает на практике? И мы, соответственно, давайте я перезапущу np.rndef. Мы теперь заходим на about. Супер, мы перешли на about. Только мы это не видим, потому что у нас он называется индекс. Давайте переименуем на about. Супер. Главное – about. Супер. Мы теперь умеем переходить между страницами, и действительно все роуты типизированы. Но я хочу, чтобы мое приложение все-таки дробилось на части. Как мне теперь сделать, чтобы у меня страничка about, которая никак не связана с индексом, была lazy? Все очень просто. Мы переименовываем about на about.lazy.tsx. Теперь, когда я перехожу сюда, мне нужно переименовать на create.lazy.file.route. Вот он внизу. И удалить ненужную через organize.import. Теперь моя страничка about будет lazy. Что это означает? Давайте переходим на… не сюда, на главную. Заходим сюда, заходим в сеть, обновляем странички, и вот у нас пришла индекс. Как только я перейду на about, мне дополнительно придет необходимый lazy.rood, который нагрузится уже в процессе перехода для того, чтобы сразу не грузить весь банду. Это базовая функциональность, которая позволяет нам линковать наши странички, иметь какие-то lazy компоненты. Но давайте посмотрим на более сложный пример, а именно страничка с динамическими параметрами. Для того, чтобы продемонстрировать роуты с параметрами, я еще поговорю о наименовании файлов и тем, как вот эта структура файла внутри роут обеспечивает нам правильные компоненты. Давайте создадим здесь страничку to do, не do to, а to do. И у этой to do мы создадим индекс.tsx. Соответственно, страничка индекс.tsx будет отвечать за корневую страничку slash to do. Если мне необходимо, например, to do slash about, то я в папочке to do могу создать файл, называемый about.tsx и получить соответствующую страницу. Все схоже с тем, как мы привыкли в Next или в Expo роутере. Итак, на индексную страничку я здесь тоже давайте возьму просто все. Создам. Скажу, что этот компонент будет называться to do index. сохраню, закроем, перезапущу. И теперь индекс у меня имеет правильное направление роутов, соответственно, create lazy route для to do slash. Это индексная страничка, и давайте назовем индекс to do. Но теперь для каждой to do мне нужна своя вьюшка внутри. Как этого добиться? Здесь я создаю еще один файл, который будет отвечать уже за slash to do slash что-то. Я хочу, чтобы это что-то было динамическим параметром. Если мы пользуемся next роутера, то мы используем вот такие скобочки. Здесь мы используем доллар. Указываем наименование параметра. В нашем случае давайте это будет to do id. И указываем tsx. Теперь, переходя на slash to do slash, например, единичкой, я буду получать to do id. Но как мне теперь воспользоваться данным tudушечкой и получить туда данные? Беру все то же самое. Кстати, вот этот не lazy route. Ну, давайте мы его тоже так переименуем в lazy. Потому что это lazy route. Здесь мы тоже можем иметь какой-то lazy route. Это не принципиально. Кстати, вот здесь, когда я только что создал, у меня за меня создалось все необходимое. Потому что я создал файл, сохранил его, мне сразу же поставили route. Поэтому даже нет необходимости беспокоиться о том, что у вас будет некорректный route. За вас все сделают. Где-то штучку запятую не поставят. Хорошо. Теперь вместо того, чтобы здесь был какой-то базовый route, давайте мы сделаем to do item route. В этом route вернем что-нибудь. Див, в котором у нас будет to do item. Ну, как-то так. Ну, и теперь в компонент мы подставим, соответственно, to do item. Ок. Итак, только здесь у нас просто file route, потому что здесь не lazy, здесь lazy route. Давайте посмотрим на переходы. Чтобы, кстати, удобно было смотреть, я немножко модифицировал наше меню. Здесь добавлю, у нас не хватает парочки линков. Давайте. Они будут немножко слеплены, но не страшно. Здесь на slash about. Это будет у нас. У нас. Здесь будет на, не team, а называется to do. Видите, у нас сработала правильная типизация. To do. И со странички to do я сделаю линк на первый из элементов. Как мне сделать линк на параметрический элемент? Здесь есть несколько вариантов. Вариант номер один. Я делаю просто линк. Соответственно, вот он правильно мне подсказал. Слэш to do, слэш один. Собственно говоря, item один. Давайте назовем его item один. Это будет ссылка на наш первый элемент. Проверим, что это все работает. Итак, захожу на to do. У нас есть to do. Скажи item. Мы получаем to do item с единичкой. Соответственно, наш путь до to do единицы. Супер. Также есть второй вариант передачи, когда мы будем передавать не напрямую в строке, а через параметры, через объект, что удобнее, если у вас параметры являются динамическими. Здесь вместо единички я пишу доллар. Ну, соответственно, то, что он мне подсказывает, to do id. Опять это правильная типизация. И здесь вторым параметром добавляю парамс. Парамс – это объект, который будет содержать снова типизированную to do id, который будет равен единице. Сохраню и проверю, что все должно отрабатывать. Также я перехожу на item единичку. Превосходно. Мы с вами разобрались, как делать лейзи роутинг, как делать роутинг с параметрами. Но теперь посмотрим на возможности хуков, которые у нас присутствуют в роутинге. Как же нам теперь получить идентификатор, который нам передан в to do id? Вот ту единичку, которую мы описали здесь. Делается это крайне просто. Мы будем использовать роут, который вверху объявлен за нас, для того, чтобы получить оттуда необходимые данные. Я беру роут, точка, и здесь есть несколько хуков, которые нам пригодятся. В данном случае это useParams, параметры роута. И снова здесь я получаю ничто иное, как типизированную to do id. Это просто божественно. Теперь это to do id я могу вывести, например, здесь, сохранить и увидеть, что в моем роуте правильно вводится единичка, когда я перехожу. Таким образом мы типизированно можем вытащить из нашего роута нужные идентификаторы и в дальнейшем его использовать. Но на этом класс типизации еще не заканчивается. Допустим, наша страничка, помимо параметра самого роута, принимает еще и searchparams. Давайте сделаем некоторые вот здесь tip-type, type, pageparams, который имеет просто, например, у нас есть какая-то страничка page в виде числа. Мы с вами хотим получить этот query-параметр на нашей страничке и также использовать его типизированно. Для этого здесь есть специальный в роуте функция, которая называется validate-search, которая позволяет валидировать наши данные. Здесь приходит некоторый search, который по сути является ничем иным, как record, string и unknown, потому что мы не знаем, что это за тип. И теперь мы можем, например, вернуть некоторые параметры. В нашем случае мы хотим, давайте правильно за типизируем, вот сюда добавим возврат pageparams, который мы типизировали. Мы будем говорить, что мы хотим страничку, которая будет являться number от search, если он есть, конечно, page. Ну и, соответственно, если его нет, то пускай это будет по умолчанию страничка 1. Все. Так, благодаря validate-search мы можем валидировать те данные, которые нам приходят в результате query-параметров, вытаскивать нужные, затаскивать дефолтные значения и затем, что самое важное, типизировано их получать. Для этого я снова использую root и на этот раз use-search для того, чтобы вытащить search-параметры. И, соответственно, в этих search-параметров снова типизировано будет page. Давайте я добавлю здесь div, в котором будет у нас page page, и мы посмотрим на результат. Итак, page none, not number, потому что у нас page как таковой нету, потому что page у нас тут none. Хорошо, давайте единичку передадим, мы получаем 1. Давайте ее не передадим, мы получаем none. Почему? Потому что у нас not a number, ну да, если есть, давайте мы тогда вот здесь единичку поставим, чтобы у нас была правильная работа нашей странички. Итак, удаляем page, удаляем вообще page, переходим, и наш page равняется и страничке, и единичке. То есть здесь мы можем задать дефолтный параметр, который у нас подставится, в случае даже если его нет. Так, благодаря этому роутеру мы можем отлично работать с параметрами, передающимися непосредственно в роутер через доллар, а также с search парамзами. Но и это еще не все, потому что мы можем получить данные непосредственно на страничку с помощью лоудеров, аналогичных React роутеру. Снова делается это все непосредственно вот здесь в роуте. Здесь мы можем передать, соответственно, лоудер, и в лоудере использовать ничто иное, как некие параметры, которые у нас есть, парамз. И соответствующий здесь нужно вернуть функцию. Давайте здесь обозначим некоторую асинхронную функцию, которая будет называться get get to do принимать сюда некоторую там, не знаю, id, которая будет являться номером, и что-то возвращать. И вот здесь в парамзах я смогу вызвать get to do. Не забываем запятую. Так вот, эти парамзы не что иное, как те параметры динамические, которые мы знаем в роутере. В нашем случае это to do.id. Поэтому я спокойно могу здесь использовать парамз to do.id. И сюда будет приходить единственное, что у нас здесь строка, поэтому string. Супер! Давайте получим данные в нашем лоудере. Сделаем некоторую дату, которая будет являться await fetch О, супер! Вот здесь это я и хотел сделать. И вернем data.json. Не будем пока никак обрабатывать ошибку. У нас получается загрузчик. Супер! Теперь мы не просто получили наш to do.id на странице, но и при этом воспользовались загрузчиком. Ну, понятно, что у нас сначала отработается загрузчик, потом у нас загрузится страница. Здесь это такая же блокирующая часть. И теперь мы можем получить все данные, которые у нас находятся, мы получили в нашем загрузчике через road use loader data. Соответственно, здесь у нас будет некоторая data. И давайте здесь ее просто в виде json вытащим, ну, либо data title. Title там вроде должен быть. На самом деле у нас data является number, а у нас, ну, понятно, здесь у нас автоматически типизируется number. На самом деле здесь вернется что-то, но давайте пока затипизируем только title стринка, вроде там есть title, если я не ошибаюсь. Итак, есть, там действительно есть title. Вот у нас получение, то есть мы переходим на индекс, у нас загружаются данные, и после получения этих данных мы здесь спокойно получаем title и можем использовать. Так мы можем динамически загружать данные и затем использовать на страничке. Но при этом что делать, если вдруг произойдет ошибка? На этот случай тоже есть error компонент. Допустим, мы с вами просто скажем 404. Ну и теперь, допустим, внеся какой-то корректировав ошибку, давайте мы вот здесь кинем ошибку, там, не знаю, throw new error. Error. И вот теперь, если вдруг мы обновим страничку, мы получим соответственно наш компонент 404, либо мы можем даже из error компонента вот здесь из параметров вытащить ошибочку, и соответственно обратиться к какому-нибудь error.message или чему-то не было еще. То есть, здесь мы получаем возможность управлять нашей ошибки. Но снова надо понимать, лоудер у нас блокирующий, перед тем, как у нас придет данные, у нас ничего пока отображаться не будет. ну и давайте вернем теперь все на место и посмотрим на DevTools. Как вызвать DevTools? Все очень просто. Здесь слева внизу у нас есть вот такая иконочка. Нажимаем и получаем функциональный DevTools, который разработан специально для роутинга. Здесь мы можем видеть все состояние нашего стейта, загружается он или нет, если соответственно транзишн, текущий статус нашей странички, флет-роуты, дефолтные дилеи, роутер 3 и так далее. Все, что мы можем захотеть получить, мы имеем здесь. Соответственно, также мы видим это роут-параметры, у нас есть search-параметры, есть текущий match-роут, есть наш текущий роут, у которого есть свой параметр с единичкой, вот он params to do id единичка. И если у вас большое сложное приложение, которое содержит много наборов логики, здесь в целом роутер очень сильно вам поможет для этого роутера, поэтому это большое преимущество, когда мы хотим отдебажить реакт-роутер, тут немного становится сложнее. Ну что же, обзор у нас получился уже достаточно большой, поэтому давайте немножко подведем итоги. Здесь очень много возможностей, конечно же, которые я сейчас не покрыл в этом небольшом видео, потому что для того, чтобы разобраться со всеми особенностями роутера, требуется хотя бы такой небольшой курс, но я постарался дать вам общее представление о том, как работает этот роутер. И действительно, все, что не заявляется в роутинге, это так, это отличная, качественная типизация всего. Да, здесь есть небольшой overhead, потому что для каждого роутера мы вынуждены объявлять дополнительные функции роут, но это роут позволяет нам, кроме того, что указать, что это определенный роут с определенными параметрами использовать встроенные возможности валидации серча, соответственно, загрузчиков, обработки ошибок, и там еще есть дополнительная куча вещей, которые мы не покрыли. Поэтому, если вы хотите стартовать новый проект, то я крайне рекомендую присмотреться к тесту этого роутера. React роутер, да, он действительно уже такой старенький, имеет кучу возможностей, но на текущий момент TensTech роутер с точки зрения типизации Type Safety на порядок лучше, чем React роутер. У React роутера в 6.4 и выше завезли много возможностей типа обработка форм, что достаточно странно и не нужно, но на текущий момент я бы React роутер для новых проектов возможно бы не брал. TensTech роутер справится с этим отлично. Да, проект очень молодой, тут есть риски, но с учетом того, что это TensTech, и здесь есть TensTech Query, который развивается TensTech Table, который доказали уже то, что это в принципе стабильный библиотек, который легко можно использовать, в этом плане вопросов нету. Особенно плюс, что здесь не поддерживается форма, потому что это не дело уже роутинга. Но понятно, что если вы используете Next, здесь, несмотря на то, что Next типизируется в данном случае, у нас хуже, чем TensTech роутером, с Next у вас особо вариантов нету, ну и конечно же с Next вам придется с этим роутером жить. Да, TensTech роутер, кстати, поддерживает сервер-сайд-рендеринг, SSR, здесь в этом тоже проблемы нет, здесь есть серверный роутинг, который обрабатывает React роутер сервер, в данном случае, серверные запросы. И вы тоже можете запустить это с SSR, но с Next, наверное, смысла никакого не имеет. Также обычно TensTech имеет несколько фреймворков, здесь у нас только React, соответственно, на текущий момент вы можете использовать TensTech роутер исключительно с React. Ну что же, я надеюсь, вам понравилось видео, пожалуйста, не забывайте подписываться, ставьте лайки и пишите комментарии, мне крайне важно ваше мнение. Ну а если вы хотите чуть больше узнать о React роутер 6.4, то рекомендую посмотреть вот здесь видео, где мы с IT-синяк его обсуждаем.